День физкультурника В 2017 году омские спортсмены завоевали на региональных, всероссийских и международных аренах 511 медалей – 171 золотую, 130 серебряных и 210 бронзовых наград. День физкультурника. Я считаю, что этот праздник вообще всего российского народа, потому что физкультурой занимаются все. С детства, в детских садах и до ветеранов занимаются все. Но та сфера, которая есть у нас спорта, это немного другое. Поэтому хотел бы поздравить всех в этом году, 75-е годовщина нашего праздника. Поэтому всех физкультурников, всех спортсменов, которые занимаются, всех, кто любит спорт, с этим прекрасным праздником, всех вас, тот, кто пишет о спорте, тот, кто говорит о спорте. Потому что действительно нация не может быть великой, если у нее нет здорового человека. А здорового человека может быть только сделать физическая культура. Интерактивные площадки, автограф-шоу с участием известных спортсменов, гольф, боулинг, стрельба, теннис, настольные игры. До торжественной церемонии открытия время коротали, как и полагается спортивной общественности, активно. Для гостей работала еще и выставка. Экспозиция, которая пополнялась прямо здесь и сейчас. Коллекция пополнилась сегодня самой главной моей спортсменкой любимой. Я люблю биатлон смотреться, ветеран, пенсионер. Смотрю биатлон и болел за Яну Романову. И с ней, когда она стала седьмой в чемпионате мира, мы встретились с ней в экспоцентре. И вот эта фотография, нас сфотографировали с ней. Эту фотографию сегодня она подписала. Вот эта фотография. Сегодня я вот сделал это в десятом году. Пожелал ей успехов. Яна Романова – спортсменка, к которой сегодня повышенное внимание. Призер Олимпийских игр, как-никак. И ответ на вопрос, как для нее сложился этот год, предсказуем. Для меня этот год, конечно, прошел хорошо, потому что сбылась моя мечта давняя. Мечта любого спортсмена – это олимпийская медаль. И к ней идешь всю свою жизнь, мечтаешь. У кого-то она сбывается, у кого-то, к сожалению, нет. Поэтому, конечно, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, хорошо, что все так вот сложилось. И так вот к лучшему изменилась моя жизнь. Что касается пожеланий. В день физкультурника, конечно, хочется пожелать всем любить физкультуру. Потому что именно из физкультурников рождаются великие спортсмены. А тем, из кого не получится, великих спортсменов, просто будут здоровыми, активными членами нашего общества. Заниматься спортом – вот основной совет, который дают атлеты всем. Благо, что для того, чтобы наша нация была здоровой, сегодня в России, и в частности в Омской области, делается многое. Открываются спортивные комплексы, залы. На улицах города появляются специализированные дорожки для велосипедистов, тренажерные комплексы на открытом воздухе. Россия, наверное, пожалуй, самая богатая по людям, по кадрам, по педагогам, тренерам, специалистам. И сегодня перед нами стоит главная задача – создание условий, в которых могли специалисты бы заниматься, тренировать людей, организовать и реализовать оздоровительные тренировки для всех, для населения любого возраста. Поэтому развитие плоскостных сооружений нового поколения продолжается, и мы стараемся сделать места общего пользования, отдыха удобными для занятий спортом, физкультурой, для любителей бега, ходьбы, в том числе северной ходьбы, велосипеда. Поэтому набережная Летыша будет длиться долго-долго-долго. Это и набережная Духачевского, и Зеленый остров. Сейчас мы разрабатываем проектную документацию, которая ляжет в основу создания вот такого отличного плоскостного сооружения. Длиной в 10 километров. Действующих спортсменов в зале немало, но основное внимание сегодня тем, кто со спортом дружит не один десяток лет. Торжественно наградят ветеранов спорта. У нас дела ветеранские обстоят неплохо, потому что мы 8 лет тому назад создали во всех районах и в Омской области Советы ветеранов спорта, которые сегодня проводят большую работу и в районе, и в центре города Омска. Потому что ветеранские советы сегодня ведут большую работу. Они ведут и патриотическую работу с молодежью, и ведут секции, и проводят соревнования, и участвуют сами в соревнованиях. Прежде чем начать награждение, со сцены ко всей спортивной общественности региона обращается первый заместитель председателя правительства Омской области Вячеслав Синюгин. Но я также хочу поздравить всех наших омичей, которые болеют так немножко спортом для себя. И это, конечно, один из источников энергии и душевной энергии здоровья, энергии для новых прорывов. Этот праздник 75 лет назад, в 1939 году, был основан. И вот уже ежегодно, столько лет, страна празднует гордиться своими достижениями. Этот праздник, эта возможность, эта культура спортивная доступна для каждого человека. И вот он, торжественный момент. Благодарственные письма вручают действующим спортсменам, ветеранам спорта и тренерам. Всем тем, кто трудится на благо общества в сфере физической культуры и спорта. Мы сегодня посчастливились быть здесь. Но мне сказали, что мне присвоили звание заслуженного тренера России. Ну, я не знаю, наверное, как-то оценили мой маленький труд такой, что я счастлива, что у меня была такая воспитанница. Как отмечают в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, сегодня спорт очень популярен. В нашем регионе систематически занимаются физкультурой более 500 тысяч человек. Самые многочисленные виды спорта – волейбол, баскетбол, футбол и плавание. Волейболом занимается около 50 тысяч человек, баскетболом – 30 тысяч, футболом – 29, плаванием – 25 тысяч человек. Также очень популярны среди омечей легкая атлетика, лыжные гонки, бодибилдинг, хоккей, греко-римская борьба, гиревой спорт, спортивная аэробика, бокс и конькобежный спорт. Так что, анализируя все эти данные, можно с уверенностью говорить о том, что у Омской области прекрасное спортивное настоящее и большое спортивное будущее.